Здравствуйте, уважаемые друзья! Желающие начать самообучение на гитаре Много дела, мало слов, так слагают песни Меня зовут Сергей Елгазин, я автор песен, исполнитель песен, музыкант, бар Это была одна из моих песен, обойский фраз И я постараюсь вам помочь разобраться, как наиболее эффективно изучить гитару Это первое видео, которое вы сейчас смотрите, оно не практическое, оно теоретическое Оно поможет вам именно разобраться, как наиболее эффективно построить свой процесс обучения И это видео универсальное, оно подойдет и тем, кто хочет изучить туристскую песню И тем, кто хочет начать играть в рок-группе Тех, кто даже хочет, может быть, освоить бас-гитару, а не обычную гитару Значит, первое, что вы должны понять для того, чтобы эффективно построить свой процесс обучения Для чего вы изучаете гитару? Потому что это поможет вам сузить и сократить по времени процесс обучения Если мы идем по классической схеме, если вы пойдете в музыкальную школу, затем в музыкальное училище Вам придется изучать весь базис, все, что оставило нам человечество Что иногда не необходимо для того, чтобы профессионально играть на гитаре Или играть на гитаре на определенном уровне Это не значит, что это хорошо, но это практика жизни Значит, часто меня спрашивают Все ли могут играть на гитаре? Потому что бытует такое мнение, что если у тебя нет слуха, то лучше даже и не начинать Вы знаете, все не настолько критично, как это часто преподносится Дело в том, что исследования показывают, что полное, тотальное отсутствие слуха И чувство такта, которое тоже очень важно для игры на гитаре Встречается лишь у 5% людей То есть, с очень большой долей вероятности, 95% Мы можем предполагать, что у вас есть предпосылки для того, чтобы играть на гитаре Значит, как проверить свое чувство такта? Просто берем стол У меня сейчас нет стола, возможно, я возьму гитару И попытайтесь постучать по столу или по какому-то другому предмету равномерно Выстучить какой-то ритм Повторить это еще раз Если у вас это получается, значит с чувством такта, ритма у вас все нормально Со слухом немного сложнее Дело в том, что петь, то есть чувствовать высоту тона и петь Действительно могут, наверное, все-таки не 85, не 95% людей Меньше Это зависит от региона, от языка Китайцы очень мелодичные Но, опять же Во-первых, музыкальный слух можно развивать, занимаясь музыкой Во-вторых, даже если вы действительно не можете петь Это не значит, что вы не можете исполнить какое-то произведение под гитару Известны случаи, когда песни в исполнении людей абсолютно без слуха становились хитами Очень многие советские актеры, не имея возможности петь, не имея певческого слуха Декларировали под музыку и добивались определенных успехов Чего вам может быть достаточно Итак, как проверить, есть ли у вас певческий слух? Да очень просто Вам потребуется любой девайс, мобильный телефон, диктофон, магнитофон, компьютер с записью голоса Напойте песенку В лесу родилась елочка Или любую другую мелодическую структуру, которую все очень хорошо знают Напели Прослушали Прослушайте Похоже ли это на то, что вы привыкли слышать Соответствует ли эта мелодия тому, как она звучит обычно Попросите своих друзей, родителей прослушать эту запись и сказать Кажется ли им, что песня спета верна Это на случай, если у вас нет профессионального музыканта рядом На худой конец вы можете прислать мне свою запись Я вам сразу скажу, получается у вас петь правильно Или вы ошибаетесь, не дотягиваете, перетягиваете Но опять же, еще раз я вам хочу сказать Что даже если у вас не получается петь Это не значит, что для вас закрыта дорога для изучения гитары На моем личном примере Скажу, что у меня в группе играла девушка У которой полностью отсутствовал слух Что не мешало ей давать концерты на сценах клуба Санкт-Петербурга В качестве бас-гитариста У меня в группе был замечательный соло-гитарист Кирилл Гошенко Который не мог петь Но при этом замечательно исполнял соло-партии в рок-группе Замечательно их придумывал Давайте представим, что вы вошли в те самые 5% людей У которых отсутствует чувство такта и отсутствует музыкальный слух Это все равно не повод ставить крест на вашем желании приобщиться к миру гитары Вы можете стать замечательным гитарным мастером Вы можете писать стихи для песен Сейчас есть все возможности Фейсбук, Контакт Ищите Есть множество людей, играющих на гитаре, но у которых нет своего материала Предлагаете им свои песни Вы становитесь соавтором музыкального произведения Поэтому варианты есть всегда Ну, об этом, пожалуй, все Значит, теперь приступаем к тому, как обучаться игре на гитаре Первое, что приходит в голову, это музыкальная школа или курс У меня за спиной музыкальная школа и курсы гитары Еще советские, у меня корочка есть советская, двухгодичные, по-моему, курсы гитары Значит, да, это хорошо, если родители позаботились о вашем музыкальном образовании И отдали вас в музыкальную школу еще в школьном возрасте А если нет? А если вам сейчас 25, 35, 45 и вы хотите изучить гитару? Конечно, музыкальная школа, музыкальный училищ это уже не для вас Насчет курсов Курсы очень часто сейчас проводятся в группах То есть обучение идет для нескольких человек В таком формате достаточно тяжело проконтролировать специфические ошибки Специфические особенности каждого обучающегося Поэтому я вам позволю предложить другой немного метод изучения гитары Найдите в своем окружении Опять же, сейчас все достаточно легко сделать Человека, который, на ваш взгляд, хорошо играет на гитаре Попросите его даже бесплатно дать вам несколько практических уроков Один, два, чтобы он поставил вам руки, чтобы он показал, как держать гитару И смотрите обучающие видео, коих в интернете сейчас очень много Поверьте, вполне этого достаточно, чтобы в узкой выбранной вами Мы уже об этом говорили Области вы достигли определенных успехов Значит, еще раз я вам напомню, что очень важно понять свои задачи Поставить себе вот эту небольшую очерченную задачу Я хочу научиться петь туристские песни Я хочу принять участие в рок-группе Или я хочу стать автором-исполнителем Поняв эту задачу, вы идете в интернет и ищите уже более конкретизированные уроки Идете в интернет и ищите более конкретный персонаж Который может с вами поделиться своими знаниями по данной узкой специальности И не выходите из нее Не надо изучать нейлоновые струны, если вы не хотите заниматься классической гитарой Не надо учить ноты, если вы не хотите заниматься классической гитарой Возможно, даже не надо изучать сразу же различные бои гитары, если вы хотите играть только на бас-гитаре Итак, определились Нашли человека, нашли видео Главное, поняли нишу, в которой вы будете практиковаться Сколько займет это времени? Тоже часто задают мне этот вопрос Сколько нужно времени, чтобы учиться играть на гитаре? Непосредственно, чтобы получить определенные навыки, как играть Понадобится максимум 10 занятий Максимум, возможно, даже меньше 5 3 Потому что для гитары Для обучения игре на гитаре крайне необходима практика Практика на протяжении, скажем, полугода Позволит вам полюбить инструмент, чувствовать его Вступать с ним в какие-то взаимоотношения И отсюда появится то, что можно уже назвать словом Профессионализм Да, профессионализм И здесь я подхожу к последней, завершающей части нашего видео В котором я расскажу, что вас ждет Относительно того, какую нишу Вы для себя уже начинаете, наверное, сейчас определять Итак, самое простое Пожалуй, самое, с чего многие начинали Это дворовая песня Туристическая песня Бардовская песня Не ждите, что все девушки будут ваши Не ждите, что люди, окружающие вас Будут в восторге от вашего музицирования Потому что, к сожалению, тот образ человека с гитарой Который из года в год муссировался И до сих пор иногда муссируется в кинофильмах К сожалению, уже мало имеет общего с действительностью Практика показывает, что на мероприятиях семейных И даже туристических Подчас магнитофон МП-3 плей Предпочтителен Живому исполнению У людей нет жажды слушать вашу песню Вы должны сразу это понять Опять же, ваша девушка Будет ли она поражена вашим исполнительским мастерством Зависит от этой девушки Очень многим девушкам сейчас, в общем-то, все равно Вы должны быть к этому готовы Далее о рок-группах Не стоит ждать, что состав рок-группу Вы в течение какого-то полгода, год Как вы читали в книжках про Битлз, про Роллинг Стоунс, про Рометок Вы взовьетесь на музыкальный али Скорее всего этого не произойдет На моей памяти Школьные рок-группы дальше игры на выпускном Пары своих песен Не продвигались К сожалению, просто примите это как данность Не тратьте время, которое я в свое время потратил На создание своих групп с нуля Вообще, успешная, в том числе в коммерческом плане, рок-группа Сегодня это практически нонсенс Сегодня это наблюдаемый период, скажем, с 2000 по 2015 год Очень мало, практически нет рок-коллективов, которые добились финансовой известности То есть это либо уклон в поп, как группа звери Либо это какие-то апологеты еще из 90-х годов То есть общественного запроса на рок-группу в данный момент нет Отсюда можно сделать вывод, что если вы Хотите все-таки Выступать на сцене И иметь какую-то долю небольшую, но под логиком в зале Хотите собирать зал Необходимо искать уже успешную, уже существующую выступающую группу В интернете есть форумы, где подают объявления о поиске музыкантов И вы, достигнув какого-то определенного уровня Должны попытаться влиться в существующий коллектив Где уже есть сложившаяся Сложившаяся ситуация, где люди Действительно хотят чего-то добиваться В начинающих же рок-группах Как правило, сначала очень много энтузиазма Который потом сходит на нет Когда люди понимают, с какими реальными трудностями им придется столкнуться И все равно Имейте в виду, что люди ходят на живые концерты На концерты гитарной музыки сейчас очень плохо У вас будут, возможно, пустые залы Даже если у вас есть определенная известность Даже если вас крутят по радио Даже если ваши клипы были на телевидении Это не гарантирует вам заполнение вашего зала Больше, чем 10 человек Это, к сожалению, реально Далее рассмотрим вариант Если вы хотите играть строго за день Тут, в общем-то, два варианта Это улица, уличный музыкант Или исполнение песен в кафе, в ресторан Как ни парадоксально Это действительно одна из Наиболее перспективных для гитариста сегодня Дорог Я знаю людей, которые С не очень высоким уровнем исполнительского мастерства Действительно зарабатывают деньги на улицах Санкт-Петербурга Я вам даже скажу, что исполнение песен на улицах Подчас более выгодно, чем игра музыкантов В кафе, в едальных заведениях И опять же, здесь вы должны сразу понимать Что это путь для тех, у кого нет своего поэтического материала То есть, если вы не пишете песни, как я Вы настроены исключительно на исполнение Возможно, это ваш путь Очень хорошо идут камеры Камеры как отечественных рок-групп Русского рока Деятелей Так и, конечно, зарубежные камеры Люди принимают их на ура И в едальных заведениях И на улицах Если вас это не устраивает Если вы считаете, что вы достойны большего Возможно, сейчас Здесь и сейчас Вам нужно принять решение о том, что Вы не так уж и хотите заниматься гитарой Потому что это займет у вас очень много времени У вас будут болеть пальцы И, возможно, теперь вы понимаете, чего вы сможете добиться Научившись играть на гитаре Возможно, вам нужно Попробовать рассмотреть Другие смежные музыкальные области Которые в данный момент более востребованы В которых легче проявить себя Легче творить Что это может быть? Это может быть изучение диджейского пульта Потому что диджеи сейчас очень востребованы И проще пробиваться, как говорится, диджеем Хотя, нужно тоже сказать, что время диджейства немного отходит До сих пор сейчас Популярно исполнение рэп песен Читка рэпа Что, кстати, доступно для тех, у кого не очень хорошо со слухом Проводятся в фестивале Легче, чем рок-музыканту Или классическому гитарному музыканту Пробиваться рэп исполните И вам тогда стоит смотреть видео По изучению программ, в которых создается такая музыка В первую очередь, это фрукти лупс Вот, это все, что я сегодня хотел сказать в нашем первом вводном уроке Если вы все-таки решили, что вас интересует именно гитара Добро пожаловать Смотрите другие мои видео и видео других музыкантов, исполнителей До новых встреч! Продолжение следует...